Врачам запретят указывать в рецептах название лекарственных препаратов. Вместо них медики будут писать действующее вещество. Таково решение Министерства здравоохранения. Новая норма вступит в действие 1 июля. Это, по мнению специалистов, избавит пациентов от необходимости переплачивать за медикаменты. А кроме того, поможет убрать с фармацевтических прилавков фальсифицированные лекарства. Таким образом, в рецепте врач должен будет указывать только запатентованное международное название действующего вещества. Дозировку и форму выпуска препарата. Я думаю, что это только будет на благо пациента. Потому что торговых наименований одного и того же действующего вещества бывает от 1 до 10. И ценовая категория их, конечно, очень разная. От 7 рублей и до 300 и так далее. В общем-то, это дает выбор только пациенту, исходя из того, из его возможностей, из его потребностей. К примеру, препарат Диратон. Среднее количество таблеток 28-213 рублей. Есть производство Мальты, он стоит 140 рублей 90 копеек. Есть производство Штада, это Индия, 153,40 примерно. Как бы они одинаковы по качеству. И наш российский производство Биохимик, он идет на порядок ниже стоимостью. 54 рубля 30 копеечек. А по качеству? По качеству Диратон считается оригинальным препаратом, а это все воспроизведенные копии. Зачастую препараты не уступают. Продолжение следует...